Начинаем с Харьковского направления. Тут шли 4 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска. На Купянском направлении произошло 2 боестолкновения, в частности возле Колесниковки и Табаевки. Далее у нас есть возможность перенестись на Лиманское направление. Здесь враг атаковал 15 раз неподалеку Макеевки, Невского и Серебрянского леса. На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отразили штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Иванодаревки, Выемки и Спирного. Далее мы переносимся на Краматорское направление. Тут шло 9 боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского. На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку Белой горы, Делиевки, Торецка и Нью-Йорка. Теперь Покровское направление. Тут наши защитники отбили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Гродовка, Желанное, Калиновое, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация так была вблизи Гродовки и Желанного. Теперь Кураховское направление. Здесь силы обороны отразили 5 атак противника возле Поросковеевки, Александровки и Константиновки. На Времовском направлении вражеское наступление ввело в сторону Водянова, однако тщетно. На Ореховском направлении российские войска осуществили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки. В это время на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Редактор субтитров А.Семкин